Итак, уважаемые коллеги, рады всех слышать и видеть. Итак, мы говорим о лекарственной терапии немелкоклеточного рака лёгкого метастатической формы без активирующих мутаций. Фёдор Владимирович очень достаточно интересно рассказывал о том, как лечить пациентов с драйверными мутациями, но, к сожалению, для большинства пациентов раком лёгкого драйверные мутации не характерны. Во всяком случае, более 30% имеют неизвестные механизмы, и поэтому встаёт вопрос, как же лечить этих пациентов, которые не имеют мутации. И на сегодняшний день, конечно, мы сегодня много говорим об иммунотерапии. Итак, на сегодняшний день иммунотерапия при раке лёгкого и какие ключевые моменты стоят? Первое, конечно, несмотря на все победы, достижения, встаёт вопрос всё-таки, что проводить лучше иммунотерапию, либо химиотерапию, какое место остаётся химиотерапия. Предиктивные маркёры достаточно много сегодня Анна Сергеевна посвятила этому времени. И, конечно, вопрос о комбинированной иммунотерапии, потому что мы хотим иметь результаты более высокие, хотим, чтобы наши пациенты долго и счастливо жили. На сегодняшний день в Российской Федерации для лечения рака лёгкого зарегистрировано несколько иммуноонкологических препаратов. Это неволумаб, фебролизумаб, отезолизумаб и дроволумаб. Причём терапия проводится как в монорежиме, как в комбинации с химиотерапией, таргетной терапией. Может применяться с метастатической формой. И на сегодняшний день использование места распространённой стадии. Это третья стадия заболевания. И что мы имеем на сегодняшний день? Какие достижения? Обратите внимание на этот слайд. Применение пембролизумаба у больных с немелкоклеточным раком лёгкого позволило достичь пятилетней выживаемости у пациентов в 23% случаев. Конечно, это большой достаточно процент. И рядом показатели шестилетней общей выживаемости у тех пациентов, которые получали неволумаб в одном из исследований. Шестилетняя выживаемость равняется более 14%. И рядом вот здесь вот слайд показаны те пациенты, которые получали неволумаб. И через 9 лет приёма лечения неволумабом мы видим, сохраняется ответ на лечение. Что это, о чём это говорит? Говорит это прежде всего о том, что пациенты стали, наши пациенты стали достаточно долго жить, пациенты с хорошим качеством могут жить хорошим качеством жизни и есть перспективы дальнейшего их ведения. Итак, следующий шаг после исключения мутаций. Что мы делаем? Мы определяем уровень экспрессии PD-L1. И в зависимости от того, какой уровень экспрессии, высокий, низкий, отрицательный, мы принимаем решение о проведении той или иной терапии. Либо это монотерапия, либо сочетание с химиотерапией и монотерапией. Либо это уже четырёхкомпонентная терапия с присоединением бевоцезумаба. Итак, следующий слайд. Всех пациентов, как я уже сказала, можно разделить на несколько категорий. Пациенты с высокой PD-L1, с низкой, отрицательной и неизвестной. Итак, если у пациента, следующий слайд, будьте добры, высокий уровень экспрессии PD-L1. Следующий. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день есть два исследования, которые подтвердили, это КИНОТ 024 и КИНОТ 042, что применение пембролизумаба в первой линии у пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком лёгкого, без наличия мутации и GF-АЛК. И пациенты, которые не получали лечение, у них сравнивалась терапия, монотерапия пембролизумабом, либо терапия с применением химиотерапии препаратов платины, плюс пеметриксет, гемцитабин, карбоплатин с поклитоксилом. И в зависимости от ответа возможен был кроссовер. И исследовали, первичная точка была, это время без прогрессирования процесса и общая выживаемость процесса. Что получили, какие результаты? Результаты, конечно, вышли достаточно прогрессивными. Посмотрите, применение в монотерапии пембролизумаба позволило достичь высокой частоты объективных ответов, более 40%. Причем на иммунотерапии длительность ответа не достигнута в исследовании КИНОТ-024. Есть также абсолютный выигрыш в медиане времени до прогрессирования, разница в 3 месяца. И самое, конечно, значимое – это выигрыш в медиане времени общей выживаемости пациентов, которая превысила 6 месяцев по сравнению с химиотерапией. Следующий, пожалуйста. Встает вопрос, стоит ли усиливать монотерапию у пациентов с высокой экспрессией ПДЛ-1, добавлять химиотерапию, бевоцезумаб, да или нет. И вот посмотрите те исследования, которые провелись у больных с неплоскоклеточным, немелкоклеточным раком легкого, плоскоклеточным раком легкого, позволили заключить, что да, ответы достаточно значимые. Частота объективных ответов, когда мы используем пембролизумаб и химиотерапию при неплоскоклеточном раке легкого достигла 62%. Если используется это зарезумаб, частота ответов почти 70%. И медиана времени до прогрессирования, конечно, она значимо тоже превосходит по сравнению только с химиотерапией. И такие же данные получились и при оценке общей выживаемости. То есть у пациентов с высокой экспрессией PD-L1 общая выживаемость при комбинации иммунотерапии и химиотерапии плюс-минус бевоцезумаб достаточно высокая. И, как видите, в некоторых исследованиях, например, пембролизумаб с химиотерапией, плоскоклеточный рак, медиана не достигнута. А при применении отезоризумаба с бевоцезумабом и химиотерапией разница между больными, те, которые получали только химиотерапию и бевоцезумаб, достигла 10 месяцев. Но, однако, какова... Будьте добры, следующий, пожалуйста. Но какова... Следующий, пожалуйста, будьте добры. Какова цена вопроса? Какова токсичность лечения? И здесь, конечно, сразу обращают внимание, что нежелательные явления в монотерапии встречаются реже. Посмотрите, отмена терапии из-за нежелательных явлений при комбинированном применении у пациентов с высокой экспрессией PD-L1 была почти у третьих пациентов. И нежелательные явления третьей и пятой степени наблюдались в среднем у 70% пациентов. Поэтому можно сказать, что... Следующий, пожалуйста. При сопоставимой эффективности можно сказать, что монотерапия обеспечивает более высокую безопасность. И принимая то или иное решение, мы должны понимать, что комбинированная терапия, конечно, будет более токсичной. Следующий, пожалуйста. Что мы можем предложить пациентам с низкой PD-Л1 экспрессией? Монотерапию, либо это комбинированная терапия, иммунотерапия, химиотерапия, бивоцезумаб. Обратимся... Следующий, пожалуйста. Обратимся к тем исследованиям, которые опубликованы, которые есть. Да, если использовать монотерапию, то выигрыш есть между, например, пембролизумабом и химиотерапией. Но выигрыш, конечно, больше в том случае, если экспрессия PD-Л1 выше. Следующий, пожалуйста. И тогда встает вопрос, как можно усилить эффективность иммунотерапии, чтобы получить максимальный ответ у тех пациентов, у которых низкая экспрессия PD-Л1. Будьте добры, следующий. И здесь, конечно, встает вопрос об использовании и применении присоединения к иммунотерапии бивоцезумаба. Бивоцезумаб посредством своего действия ведет к блокировке фактора VGFR, способствует созреванию дендритных клеток, усиливает инфитрацию опухолевых клеток и таким образом обеспечивает активирование микроокружения опухоли и усиливает потенциал иммунотерапии. Поэтому применение сочетанной иммунотерапии с факторами анти-VGFR, атецезумаба, бивоцезумаба, то есть, бивоцезумаба вместе с атецезумабом и другими иммуноонкологическими препаратами приводит к наибольшему ответу. И это продемонстрировано, будьте добры, на следующий слайд. И это продемонстрировано на следующих исследованиях. Если мы будем использовать такую комбинированную терапию, время до прогрессирования у больных с неплоскоклеточным раком легкого и плоскоклеточным раком легкого значимо выше по сравнению с пациентами, которые получают только химиотерапию или, например, бивоцезумаб с химиотерапией. При этом обращаем внимание, что частота ответов у пациентов значительно высокая, достигает почти 60%. Вот это следующее. Если же и эта же тенденция прослеживается увеличение общей выживаемости у пациентов, когда мы используем комбинированную иммунотерапию вместе с химиотерапией с бивоцезумабом при низкой экспрессии. Посмотрите на этот слайд. Общая выживаемость у пациентов равняется больше 20 месяцев у пациентов с неплоскоклеточным раком легкого и 14 месяцев у пациентов с плоскоклеточным раком легком, те, которые получали пембролизумаб вместе с химиотерапией. Следующий, будьте добры. Есть ли у пациентов отрицательная экспрессия ПДЛ-1? Что в этом случае целесообразно применять? Какие опции? Следующий, будьте добры. Есть исследования, которые доказали, что при отсутствии экспрессии ПДЛ-1 использование комбинированного лечения иммунотерапии с химиотерапией и бивоцезумабом как при неплоскоклеточном раке легкого, так и в плоскоклеточном раке легкого также имеют определенный выигрыш. Причем, например, применение отезализумаба с бивоцезумабом в химиотерапии частота ответов достигается более 50%. И есть выигрыш в безрецидивной выживаемости. Следующий, будьте добры, посмотрим. И есть выигрыш в общей выживаемости. Он значимо достаточно как на химиотерапии с пембролизумабом 7 месяцев при неплоскоклеточном раке легкого, так и при применении отезализумаба с бивоцезумабом с химиотерапией 3 месяца, так и при применении пембролизумаба и химиотерапии. Следующий, пожалуйста. То есть комбинированное использование в этой ситуации, оно достаточно оправдано. Если мы не знаем статус PD-L1, но у пациента нет мутации и GFR, нет АИК, будет ли здесь работать комбинированная терапия? И исследования также показывают, что использование комбинированного лечения при неплоскоклеточном раке легкого, так и при плоскоклеточном варианте имеет выигрыш в общей выживаемости и достаточно большой выигрыш, 8 месяцев при неплоскоклеточном раке легкого и почти 4 месяца при плоскоклеточном варианте. Следующий, будьте добры. Общая выживаемость у пациентов при использовании отезезумаба вместе с бевозозумабом и химиотерапией независимо от статуса PD-L и наличия мутации и GFR. Здесь также показала свой выигрыш почти 20 месяцев у тех пациентов, которые получали комбинированную терапию и 15 месяцев те пациенты, которые получали бевозозумаб с химиотерапией. Следующий, пожалуйста. И опять же мы говорим, эффект, конечно, достаточно выраженный, а какова токсичность лечения, нежелательные явления какие? Да, мы должны понимать то, что применение комбинированной терапии приводит к усилению частоты нежелательных явлений и более частой отмене препаратов из-за нежелательных явлений. Так, например, использование кембролизумаба вместе с химиотерапией, отезолизумаба с химиотерапией, с бевозозумабом, привело к отмене лечения у третьих пациентов и нежелательные явления. Следует сказать, что тяжелой степени, более третьей степени, они наблюдаются достаточно часто как при химиотерапии, так и при комбинированном лечении, но при комбинированном лечении, конечно, их частота несколько выше, и она приближается где-то около 70%. Таким образом, все вот эти проведенные исследования стали основой к тому, что рекомендации, те, которые мы имеем русское, рекомендации АОР, они меняются, и вот вы на слайде видите рекомендации АОР 2020 года в качестве иммунотерапии первой линии, рекомендуется у больных с распространенным не мелкоклеточным раком легкого, и у тех, которых экспрессия PDL-1 больше 50% назначения пембролизумаба. Больным с распространенным не плоскоклеточным раком легкого, с любым или неизвестным статусом PDL, может быть рекомендовано один из двух режимов иммуно-химиотерапии, это сочетание пембролизумаба с пеметрикседом и препаратами платины, и затем поддерживающая терапия, либо отезолизумаб плюс потлитоксил, карбоплотин и биоксизумаб. То, что касается, следующее, пожалуйста, то, что касается больных с плоскоклеточным раком легкого, то здесь нужно иметь в виду, что больные с любым или неизвестным статусом PDL-1 могут, им может быть рекомендована комбинация иммунотерапии в сочетании с химиотерапией, то есть это пембролизумаб, поклитоксил и карбоплотин. И в дальнейшем также поддерживающая терапия пембролизумабом до прогрессирования или непереносимой токсичности. И следующее, пожалуйста, вторая линия терапии немелкоклеточного рака легкого. На сегодняшний день часть пациентов не получают иммунотерапию в первой линии. И, конечно, если пациенты не получали иммунотерапию, то целесообразно начать ее в качестве второй линии. И что мы имеем на сегодняшний день? Какие результаты? Так вот, результаты свидетельствуют о том, что проведение иммунотерапии современными онкологическими препаратами достаточно эффективна. И четырехлетняя выживаемость пациентов на фоне неволумаба достигает 14% случаев. И если нам сравнить результаты пятилетней выживаемости, что лучше выбрать во второй линии либо неволумаб, либо доцитоксил, то, конечно, свидетельствуют эффективность в пользу неволумаба. 13% против 2,5%. Поэтому иммуноонкологические препараты, следующие, пожалуйста, на сегодняшний день и во второй линии, они, конечно, эффективны. На сегодняшний день зарегистрированы для отчаяния больных немелкоклеточным раком легкого пембролизумаб, неволумаб и отезолизумаб. То, что касается отезолизумаба, вы сейчас видите вот на этом слайде, против химиотерапии, если сравнивать, исследование достаточно хорошо демонстрирует общую выживаемость у пациентов, получавших отезолизумаб, значимо выше по сравнению пациентов, которые получали химиотерапию. И разница здесь более трех месяцев. Для лечения больных во второй линии, конечно, это достаточно весомые цифры. И на чем бы хотел остановиться, следующий, пожалуйста, что терапия отезолизумаба показала преимущество над химиотерапией доцитокселом у пациентов, которые имели стабилизацию процесса и прогрессирование процесса. Посмотрите, общая выживаемость у пациентов, те, которые получали отезолизумаб, выше, чем у тех пациентов, которые получали химиотерапию доцитокселом. То есть, конечно, выигрыш определенный есть. Пациенты живут дольше на иммуно-онкологических препаратах, чем на химиотерапии. А по спектру токсичности мы уже с вами смотрели, нежелательные явления третьей и выше степени они имеют место быть как при иммунотерапии, так и при химиотерапии. Следующий, пожалуйста. И если говорить, опять же, по рекомендациям, мы сейчас следуем достаточно строго, после прогрессирования, после проведения первой линии терапии рекомендуется иммунотерапия ингибиторами контроля точек иммуноответа, то есть препаратами, к которым я уже останавливалась, это неволумаб, а тезолизумаб или пембролизумаб. По поводу экспрессии PD-L1 можно сказать, только пембролизумаб имеет свои ограничения при экспрессии PD-L1 больше, чем 1% опухолевых лет. Следующий, пожалуйста. И если говорить в целом, сейчас мы все-таки имеем достаточно уже большой арсенал иммуноонтологических препаратов по нежелательным явлениям, по риску развития нежелательных явлений в высокой степени, третьей и более, то следует сказать, что ингибиторы PD-L1, они, их нежелательные явления, их частота явлений встречаются реже по сравнению с ингибиторами PD-1. И на это ссылается большой метаанализ, который включил 125 клинических исследований, более 20 тысяч пациентов с немелкоклеточным раком легкого, которые свидетельствуют как раз в пользу лучшего применения PD-L1, анти-PD-L1 терапию, нежели анти-PD-1. И следующий, пожалуйста. Но, тем не менее, при любой ситуации мы подходим индивидуально к каждому пациенту, назначая ту или иную терапию, особенно, когда мы назначаем иммуно-онкологические препараты. И понимаем, что особенно в период пандемии, то, что мы сейчас с вами переживаем, мы с вами должны очень хорошо взвесить и показания, возможные риски и пользу от лечения. И наше лечение, конечно, должно быть направлено на минимизацию осложнений, которые бы способствовали увеличению риска присоединения вирусной инфекции. Пациенты немелкоклеточным раком легкого, это особенная категория пациентов. Эти пациенты уже имеют и клинические признаки, могут иметь клинические признаки заболевания, имеют те или иные степени дыхательной недостаточности. И назначение любой терапии мы должны, конечно, обязательно, обязательно взвешивать. А то, что Татьяна Юрьевна сегодня сказала по поводу того экспертного совета, на котором мне посчастливилось присутствовать, обсуждение пациентов, ведение их химиотерапии, иммунотерапии, позволяет сказать, что, конечно, того материала, который сейчас накоплен, он еще недостаточный, чтобы сделать окончательные выводы. Но, тем не менее, обратили внимание, что пациенты немелкоклеточным раком легкого и вообще раком легкого это особенная категория пациентов. И на вопрос Артамонова Елена Владимировна, отличается ли как-либо осложнение химиотерапии, иммунотерапии в условиях пандемии COVID-19, был ответ сказан, что пока они не видят специалисты каких-либо особенностей в токсичности лечения. Но, тем не менее, призывают к тому, что проводить терапию, которая бы не способствовала увеличению токсичности, нетропинии, то есть иммуносупрессии, которая будет, конечно, увеличивать риск присоединения вирусной инфекции. И следующий, пожалуйста. И, дорогие коллеги, я думаю, что на «Белых ночах», которые состоятся онлайн в конце июня традиционно, мы обсудим еще с вами те вопросы, которые остаются дискутабельные. И мы очень ждем еще результатов Конгресса, который проходит сегодня. Это будет дополнение, полученные результаты новые. Я думаю, что обогатят наши знания по поводу лечения этой категории пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.